Какую пользу приносит мёд при ежедневном употреблении? Достаточно ли одной ложки в сутки? Чем можно усилить его свойства? Об этом и многом другом вы узнаете, если досмотрите этот ролик до конца. Что такое мёд? Это вязкая масса со сладким вкусом, которую активно вырабатывают пчёлы. Нектар, выделяемый большинством растений, переваривается в зоби пчёл и превращается в этот натуральный продукт. Процесс сбора обычно рекомендуется в сроке не менее чем 1 неделя после откладывания мёда в сотах. Далее пчеловоды бережно собирают его и затем очищают от лишних примесей. Чего же можно ожидать от ежедневного употребления даже небольшого количества мёда? Продукт поставляет в организм самые важные биологически активные компоненты, количество которых в других продуктах питания редко бывает приемлемыми. Также мёд стимулирует пищеварительные функции организма и способствует активному синтезу инсулина. При отсутствии проблем в этой сфере мёд будет заряжать энергией и придавать достаточное количество сил. Однако те люди, которые уже наблюдали у себя признаки нарушения синтеза инсулина и другие симптомы инсулин-резистентности, должны ограничить прием целебного средства. В состав мёда входит до 80% сахаров. В среднем они представлены следующими формами. Фруктоза – 38%, глюкоза – 31%, сахар – 1%. Оставшуюся часть составляют некоторые другие молекулы сахаридов. Также в состав мёда входит большое количество микроэлементов. Один из самых ценных – это хром. Его польза заключается в улучшении усвоения и утилизации глюкозы клетками тела. В результате можно постепенно нормализовать эти процессы, не прибегая к химическим препаратам. Также в состав мёда входят не слишком значительные, но полезное количество ряда витаминных веществ. Группа В, ретинол, аскорбиновая кислота и редкий элемент филохинон. Его принятое обозначение – витамин К. Филохинон нужен организму для усвоения кальция и перевода неэффективной формы железа в активную молекулу для оказания хорошего эффекта на уровень гемоглобина. Таким образом, мёд косвенно стимулирует указанные процессы. Расскажите в своих комментариях, важны ли для вас подобные элементы? Давайте рассмотрим самые распространенные виды мёда. Липовый относится к самым полезным сортам. Он эффективно снижает температуру тела при простудных заболеваниях, помогает легочным тканям отторгать и выводить мокроту при кашле, стимулирует функцию печени и желчного пузыря. Гречишный обладает самым интенсивным медовым ароматом. Нормальным является процесс его быстрого засахаривания. При частом употреблении мёд помогает повысить содержание гемоглобина в крови, улучшая тем самым клеточное дыхание. Мёд акации специалисты разрешают употреблять в небольших количествах людям с сахарным диабетом. Также он нормализует деятельность нервной системы и помогает наладить режимы сна и отдыха, особенно в ночное время суток. Также в результате его употребления уменьшается количество воспалений на коже и слизистых оболочках. Кроме перечисленных видов, на медовых ярмарках можно найти и другие сорта. Например, есть пустырниковый, донниковый и подсолнечные виды, которые обладают специфическими особенностями и уникальными оттенками вкуса. По возможности следует максимально расширить собственную коллекцию подобными разновидностями. Самыми полезными считаются такие сорта, как гречишный, клеверный, шалфеевый. Они отличаются тёмным цветом и богатым вкусом соответствующими ароматами. В тёмном мёде всегда содержится большое количество антиоксидантов. Его употребление в пищу помогает очищать сосудистое русло от холестериновых бляшек и отложений. Результатом станет отличная профилактика ишемического инсульта и инфаркта миокарда. Но стоит помнить лишь о том, что при нестабильном уровне сахара в крови всё-таки следует проявить повышенную осторожность. Пишите в комментариях, какие сорта вам приходилось пробовать, почувствовали ли вы пользу от мёда? Некоторые люди, которые за относительно короткий промежуток времени принимали целую трёхлитровую банку мёда, отмечали полное исчезновение гастрита на сроки до 10 лет. Желаем и вам добиваться таких же результатов. Ешьте мёд и будьте здоровы!